мы начинаем привыкать к тому что оперативки у нас теперь в белом доме не по понедельникам а по вторникам причем никакого такого решения не было это у нас бесконечная череда то праздников то выходных то ради фаритович куда-нибудь уехал в общем на этой неделе опять начинаем привыкать к четырехдневной рабочей неделе но в этот раз конечно творил что-то совсем экстраординарное и абсолютно необъясненное никак я говорю о том что оперативное совещание правительства в белом доме переносилось сначала с 12 часов дня на 14.30 потом на 16.30 фактически оно началось в 16.40 и только после того как хабиров явился на это совещание совершенно не в бурзианском загаре такой задорный и веселый очевидным образом успевший где-то отдохнуть начали как обычно с обзора уже достигнутого на минувшей неделе с кадровых перестановок поздравлений с днями рождения я бы отметил вот такую интересную примечательную вещь о которой упомянул ради хабиров некий алик камалединов предводитель ветеранов то ли спецназа в маф то ли каких-то вот таких вот экзотических войск тот самый алик камалединов который стал инициатором создания добровольческого батальона имени шеймуратова от республики башкортостан туда в специальную военную операцию так вот этот алик который собственно бил себя разными конечностями в грудь заявляя что он в первых рядах отправляется туда вместе с вот этими вот им нарекрутированными товарищами вот он оказывается никуда не отправляется а усаживается в теплое кресло советника главы республики башкортостан по взаимодействию с ветеранскими воинскими объединениями в общем как говорится заслужил этот алик камалединов теперь будет сидеть в тепле кабинета белого дома тогда как те кого он значит нарекрутировал навербовал в этот батальон отправляются на сейчас на боевое слаживание куда-то в тотский лагеря а потом видимо куда-то туда уже на запад ну собственно не захотел господин камалединов разделить участь своих товарищей посмотрим как это будет дальше развиваться будем пристально следить за судьбой батальона имени шеймуратова во всех этих событиях но естественно соотносить судьбу этих товарищей с судьбой господина камалединова а далее перешли к более мирным новостям республики хабиров сообщил о том что 9 10 июля в бурзяне открылся комплекс шульгантаж музей шульгантаж и открытие это было приурочено к некоему цитирую году фундаментальных наук в интересах устойчивого развития в российской федерации конец цитаты вот такое странное название года как будто развитие фундаментальных наук может быть не в интересах российской федерации до люди такие значит изучают математику физику и астрономию это как тот противоречит интересам российской федерации очень странная конечно формулировка ну вот какая уж есть очень расхвалив и вот всячески обласкав всех кто принимал участие в открытии вот этого музея шульгантаж напомню что делался он в основном силами иностранных специалистов еще тогда когда это можно было делать и когда санкции были не столь строги но в данный момент вот успели сделать тут конечно проскочили буквально в узкую узкую щелку и успели закупить смонтировать и все это дело создать собственно можно только порадоваться за то что мы получили может быть последний из музеев европейского уровня хотя пока не могу свидетельствовать об этом лично но в общем от хабиров говорит это очень круто всех очень хвалил и тут же решил не останавливаться на достигнутом презентовал что теперь у нас след за этим музеем будет музей евразийский музей кочевых цивилизаций вот так вот он будет называться не знаю где он будет располагаться хабиров не может остановиться мы еще не успели забыть евразийскую библиотеку которую надо бы уже забыть но теперь значит у нас музей евразийских кочевых цивилизаций не знаю нравится ему вот это все вот вот приезд каких-нибудь замминистров каких-нибудь шатающихся в своих креслах президентов академии наук и так далее так далее но вот есть такое дело человек праздник байрам башлык как у нас его называют в башкирия то есть не может он обойтись без каких-нибудь открываний презентации и так далее так далее но тем не менее по поводу шульгантаж я бывал там несколько раз в былые времена когда еще не было никакого музейного комплекса и вот в этом году планирую туда съездить присоединяясь к хабирову приглашаю всех туда съездить посмотреть насколько действительно замечательным презентабельным европейским получился этот музей завершилось длинное вступление в оперативное совещание хабиров и вовсе международной новостью к нам опять едут заграничные гости уже сегодня в республику башкортостан прибывает делегация из абхазии во главе с ее президентом и вот на все это дело уже выделен праздничный бюджет в три миллиона рублей чтобы сытно кормить товарищей из абхазии собственно зачем к нам приезжает вот это вот делегация из абхазии чем интересна абхазия для башкортостана с точки зрения там экономических взаимодействий культурных взаимодействий совершенно загадочно и непонятно но я абсолютно уверен что и члены делегации и встречающая сторона сытно отобедают и отужинают за наш счет ну вот хорошая погода покатаются может быть их свозит в какой-нибудь тот же самый шульгантаж и покажет им там кости мамонта а если им повезет то они побеседуются пещерным человеком так как это удалось сделать например радио хабирова во время открытия музея шульгантаж вся республика катается значит по полу держать за живот вот от этого диалога хабирова и какого-то значит импровизированного дикаря видимо из ближайшего окружения главы республики башкортостан который взахлеб благодарил хабирова за открытие музея приветствую тебя о радис инфарита из рода хабиров вождь племен нового времени живущих на земле именуемый башкортостаном мое имя юм я известен своем племени тем что могу ловить зверей при помощи силы взгляда и краски я пришел сюда сквозь 20 тысяч зим чтобы поблагодарить за все усилия те дары которые вы направили на сохранение нашего святилища ваш великий охотник рюмин открыл наши картины и знаки их чуть не погубили неразумные пришельцы и спасли ваши мудрецы вы вставили встали на правильный путь продолжайте я хочу пожелать что процветала земля башкортостаном чтобы реки оставались чистыми мужчины были сильными а женщины всегда давали жизнь ради фаридович он предлагает вам вот этим камнем разбить на тек на камни и открыть людям знак священного места таинственный символ в общем это правда чтобы действительно было очень смешно и можно этот номер на бис исполнить например для гостей из абхазии сегодня мы опустим доклад министра здравоохранения рахматулина дело в том что он нам не рассказал вообще ничего своем докладе то есть даже 3 4 тех цифр которые он последнее время там указывал в этот раз их практически не было то есть ну вот реально не о чем говорить будет о чем говорить поговорим про ковид суть по всему нас ждет в сентябре вот тогда и вернемся к этому вопросу а сейчас перейдем к докладу елена анатольевна прочаковской которая нам как обычно стала рассказывать о своих предположениях о том что же беспокоит жителей башкортостана по крайней мере беспокоило на минувшей неделе на первом месте по обеспокоенности проблема дорог прочаковская объясняет это тем что ну во первых более 50 процентов жалобщиков живут в уфе а это сами понимаете публика несносная ну а на местах люди недовольны дорогами потому что деньги на ремонт муниципальных дорог так и не дошли до муниципалитетов несмотря на то что булушев обещал их довести 10 июля до муниципалитетов прочаковская было попыталась призывать к ответу булушева как она теперь повадила сделать она изображает из себя большого начальника и прямо в процессе своего доклада начинает задавать вопросы каким-то профильным министром а ну-ка ответьте ко мне тут на вопрос ну в общем не тут то было хабиров понимая всю опасность вопроса по ямочным ремонту понимая что ямочный ремонт о полном завершении которого поспешили заявить чиновники башкортостана эта тема ужасно опасная для него и для всего правительства он понимает что несмотря на то что вот этот вот неумный булушев которые поспешил вот это все заявить конечно на себя взял удар но это настолько наглое заявление о полном готовности дорог в республике что это заявление отлетает и в сторону хабирова тоже потому хабиров резко запретил парчаковской допрашивать булушева в формате перекрестного допроса ну и парчаковская значит продолжала завоевать дальше ну благоустройство там беспокоит граждан социальное обслуживание не дошли выплаты до всех все равно половина там мфц не работает с местными услугами на выезде или в других местностях и нужно ехать обязательно по месту жительства потому вот соц выплаты не все дошли до граждан жкх волнует четвертое место пятое место медицины 6 общественный транспорт 7 мусор восьмое образование на девятом месте оказалась экология вот здесь парчаковская сделала отступление в прошлый раз экологии вообще у нас не было в рейтинге проблем которые хоть сколько-нибудь беспокоит граждан башкортостана сейчас елена анатольевна у которой есть на все свое весьма своеобразное объяснение объяснила что экология попала в рейтинг важных проблем только потому что жители слова то совершенно безответственно опять стали жаловаться на качество воздуха в своем городе могли бы этого не делать и вообще не расстраивать или на анатольевну кстати говоря жители слова то вообще по моему должны бить в набат они просто жалобно насчет там попискивать по поводу своей качество своей жизни потому что как известно на минувшей неделе завершился отбор городов в государственную программу чистый воздух и вот не салават не стеритомак не вошли в эту государственную программу потому что чиновники башкортостана даже не попытались туда внести эти города в которых действительно катастрофически плохая ситуация с воздухом которым дышат жители зачем этим заниматься это ерунда какая-то да то есть министерство экологии еще будет этим заниматься лучше заниматься вот развитием золото добычи или еще какие-нибудь полезными вещами в общем конечно с этим делом очень плохо все могли бы немножко улучшить свой уровень жизни и качество жизни но даже не попытались в общем вот экология попала в список важнейших десяти проблем но есть как говорится и хорошие новости про чаковская заявила что в минувшую неделю граждан практически не не волновала проблема обманутых дольщиков и вот это ее так называемое строительство архитектура из десятки важнейших проблем выпалил ну на самом деле конечно это большой вопрос насколько обманутые дольщики перестали быть актуальной проблемой республики башкортостан но как известно у нас то что вычеркнули то уже не проблема далее последовал три единый доклад жкх дороги чрезвычайная ситуация алан викторович морзаев первым выступил сообщил нам о восьми аварийных отключениях с которыми он героически справился а также он настаивает на том что ямочный ремонт дворов и межквартальных проездов завершён еще 15 июня на 15 июня как заявил алан марзаев устранено сто процентов выявленных на тот момент дефектов однако он выявил еще 130 ямок в республике башкортостан вдумайтесь на всю республику во всех дворах он выявил дополнительные 130 ямок алан викторович дорогой 130 ямок вы найдете только во дворах на улице например наташи ковшовой сипаилова а я думаю что и больше а там еще есть рядом одна замечательная улица на которой 130 ямок вот просто на на квадратный метр куда не войди в какой двор и там тоже самое но судя по всему господин морзаев и профильные министры которые вообще этим чем-то занимаются типа ремонта дорог или дворовых проездов приняли такую концепцию что теперь черное это белое что ям у нас нет а кто не согласен нам по барабану наплевать на все ваше несогласие мы дороги отремонтировали вот так вот теперь они будут заявлять нам глядя в глаза они это умеют и стыдить их бесполезно ну можно до посинения фотографировать эти ямы присылать их и объяснять им что они есть нет алан викторович морзаев сделал официальное заявление сто процентов дворов отремонтированы и отвяжитесь далее докладчиком стал булышев господин булышев вообще стал звездой этой оперативки и скоро вы поймете почему начал он как обычно со статистики дтп значит всего за 2022 год по словам булышева случилось 1532 дтп из них 62 на минувшей неделе всего пострадала в них 1947 человек 72 на минувшей неделе соответственно погибших за 2022 год по мнению булышева в этот раз 159 человек из них 5 на прошлой неделе и вот эта цифра 159 на 59 меньше по мнению булышева чем за тот же период предыдущего года запомним эти цифры потому что мы к ним еще вернемся по поводу ямочного ремонта александр владимирович выдвинул новую версию вот это вот сенсация оказывается оказывается не на сто процентов он закончил ямочный ремонт выявил он сто сорок семь тысяч четыреста девяносто восемь ям отремонтировал сто тридцать семь тысяч пятьсот шестьдесят семь ям 93 процента оказывается александр владимирович на семь процентов не завершила ямочный ремонт в республике башкортостан и это сенсация ведь сначала он должен был сделать этот ремонт к 15 июня потом перенесли на 27 июня сегодня у нас на дворе уже 13 июля а ямочный ремонт по словам булышева все еще не закончен что это как не срыв сроков государственной программы непонятно а как быть с его подрядчиками а у них есть обязательства в договорах но и так далее и так далее вот наболтать как булышев можно все что угодно откатить назад и выдвинуть новую версию это пожалуйста но подождите это заявление государственного чиновника который дает нам какие-то хоть сколько-нибудь ответственные цифры по которым мы можем ориентироваться в качестве его работы он что каждую неделю может менять версию а через неделю у него кажется что он еще 15 процентов не сделал а потом снова сто процентов станет потом еще минус пять процентов подождите но ведь мы платим за это все за каждую ямку за каждый вздох и выдох господина булышева мы платим очень приличные деньги за его питание проживание перемещение за все все это мы платим за что же мы платим конкретно вот этому булышеву если он раз в неделю меняет версию событий и результаты деятельности своего ведомства вообще очень странно и подозрительно все это выглядит а еще появился новый термин текущий ямочный ремонт у этого текущего ямочного ремонта нет никаких сроков окончания он же текущий то есть вот новая вот эта формулировка позволит бездействовать и ничего не делать булышева теперь но практически на законных основаниях в общем еще раз булышев конечно звезда этой оперативки но продолжим он также рассказал почему 10 июля деньги так и не дошли до бюджетов районов деньги на ремонт муниципальных дорог вообще они должны были прийти там в мае июне эти деньги но даже к середине июля булышев не смог организовать их перечисления он опять ссылается на какие-то там значит там корректировки которые должны были сделаны он прошлый раз тоже говорил об этих корректировках вот в конце июня и обещал в 10 июля прям кровь из носа на дворе 13 июля деньги не попали на счета муниципалитетов клянется опять что вот день-два и все будет но собственно сколько можно ждать и сколько нужно еще по твоим подтверждение получить недееспособности господина булышева на своем нынешнем посту чтобы начинать действовать у нас наступает середина лета муниципалитетах не получили деньги и не приступили к исполнению муниципального заказа не знаю про торговали ли они контракты этот тоже большой вопрос но есть же сроки они уже сместились как говорят вправо там ну как минимум на месяц а в дорожном строительстве месяц это очень много да еще и погоду может подкачать осенью но в общем конечно булышев по сути поставил под вероятность срыва ремонт муниципальных работ и при этом он что-то там мемлет про какие-то корректировки но хабиров выслушав этот доклад ни слова не сказала ямочном ремонте ни слова вообще не прозвучало про нанесение разметки повторюсь оба они понимают насколько они провалили вот эту историю и насколько она болезненно воспринимается населением хабиров понимает что заявление его бестолковых подчиненных о стопроцентной готовности дорог и готовности дворов это ну если сказать подлянка наверное сказать мягко в отношении него самого то есть они вообще не имели права об этом говорить потому что это очевидно все не так но теперь все претензии потихонечку будут перетекать в адрес хабирова и это между прочим правильно потому что сколько можно держать вот этого булышева на его рабочем месте если он уже всем доказал что он дает недостоверные данные без конца их меняет мы сейчас еще об этом поговорим но при этом хабиров его держит на этом посту значит хабирую отвечать за это все следующий доклад случился о приятном нельзя все время говорить об опасном или отвратительным решили поговорить о реальных достижениях речь зашла об итогах участия делегации республики башкортостан на форуме инопром доклад делал шильдеев александр владимирович главный герой этого всего мероприятия рассказал он о том что в этом форуме инопром в екатеринбурге принял участие 51 страна 79 регионов российской федерации и 600 компаний стенд республики башкортостан изготовленный в партнерстве с компанией сода теперь как обычно уже был скромным обошелся всего 100 миллионов рублей ну и собственно действительно выглядел поскромнее чем на пмфи главным достижением республики на этом форуме было то что республика стала дважды лауреатом первого места в рейтинге реализации промышленной политики чтобы это не значило также шильдеев рассказал о том что произошли переговоры с белорусами и было заключено соглашение с минским автозаводом о некой сборочной линии которая будет у нас здесь организована на базе шасси автомобилей минского автозавода посмотрим это конечно действительно грандиозный проект если он случится то ну башкортостан станет автомобильный автомобильным регионом основная тема этого форума звучит конечно совершенно фантасмагорический и абсолютно абсурдно но тем не менее было заявлено шильдеевым и тема это поиск преимуществ который дает санкционное давление ну преимуществ или возможностей честно говоря это звучит примерно так вам связывают руки ноги обматывают лицо скотчем а вы лежите в уголке и тихонько значит прикидываете какие можно выгоды извлечь из этого положения как можно значит на этом всем нажиться а еще лучше как более активно двигаться когда у вас связаны руки и ноги ну смешно конечно но тем не менее примерно так сейчас будут звучать все наши пафосные форумы на тему промышленности и инновации потому что но ни того ни другого на самом деле развиваться в стране покрытый плотным слоем санкций не может и даже эти заявления о развитии об росте экономического промышленного производства это конечно на самом деле блеф реальные цифры показали оказывается что то о чем нам бесконечно рассказывает хабиров там про промышленный рост в 5 а то и 6 процентов на самом деле это падение на 2 процента повсеместно просто оказывается наши экономисты научились считать по-другому не к прошлому году а за пять месяцев например этого года ну и так далее есть много всяких арифметических уловок но реально на самом деле промышленное производство в стране падает вот уже на два процента концу года прогнозируют падение на 5-7 процентов но докладчики рассказывают нам абсолютно другое выслушав шильдяева хабиров принялся хвалить всех без исключения всех 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 все молодцы все добились все обеспечили но речь конечно шла вот этом рейтинге рейтинге реализации промышленной политики внимательно вдумайтесь в эту фразу не самой промышленной политики реализации в общем ладно однако рассыпаясь в похвалах хабиров вдруг перешел на другую тему судя по всему остановиться он действительно не может и праздновать ему нужно каждый день и он заговорил о грядущих праздниках а именно форуме беларусь россия который случится у нас на будущий год с подачи валентина матвиенко ловко перескочив с темы на тему хабиров потребовал признать решающую роль в присвоении права провести форум россия беларусь лилии гумеровой потребовал сделать лилию гумерова связующим звеном с советом федерации и с белорусской стороной на сем как говорится и порешили далее на оперативном совещании случился пожалуй что самый главный самый интересный доклад этого минувшего вторника доклад о реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения докладчиком был александр владимирович булышев который как я уже упоминал был безусловной звездой этой оперативки начал александр владимирович скромно с чудо достойного внимания ватикана я говорю о том что александр владимирович прямо у нас на глазах за 20 минут оживил 11 усопших он снова стал говорить о статистике дтп и цифры которую нагласил не имели ничего общего с теми цифрами которые нагласил 20 минут назад дтп у него стало 1412 в этом году пострадавших 1796 погибших 148 почти на 200 уменьшилось пострадавших у него за 20 минут более чем на 100 меньше стало самих дтп а вот погибших у него стало меньше на 36 при этом 20 минутами погибших было меньше на 59 как он утверждал в общем конечно я не врач ставить диагноз я неуполномочен но что-то шизофреническое на самом деле есть в том что на одном и том же совещании один и тот же министр делает доклад по одному и тому же вопросу и называет абсолютно разную статистику в любом случае если это не заболевание то это чудовищное неуважение к тем только доклад слушал если вообще его кто-то слушал этот доклад но хабирова это очевидно абсолютно безразлично он и сам впрочем с цифрами не в ладах но можно конечно предположить что булышев просто не в состоянии запомнить или прочитать даже три обычных цифры но тогда возникает логический вопрос позвольте а как же он раньше в очистке служил ну или вот где он там этим битумом торговал в общем и честно говоря я в растерянности вот после того как он огласил заново другие цифры статистики дтп в рамках одного и того же совещания ну напрашивается вопрос александрович может вам отдохнуть надо подлечиться или обследоваться где-то или еще что-то предпринять потому что но это не серьезно это не правительство региона это просто какой-то балаган когда выходит мужик и в припляску значит выдает совершенно другие цифры кто мне не верит отматывайте на 20 минут назад вот это совещание просто выписывайте цифры я их выписал то есть вот вам пары цифр которые назвал булышев в течение 20 минут дтп 20 минут назад 1532 через 20 минут 1412 пострадавших 20 минут назад 1947 через 20 минут 1796 погибших в начале совещания 159 ближе к концу совещания 148 вот как так вообще но александр владимирович на чудесах не остановился и еще пять минут примерно рассказывал о своих героических усилиях по обеспечению безопасности движению республики башкортостан говорил он о 20 тысячах дорожных знаков которые были установлены 150 светофорах 80 километров барьеров а также 815 дополнительных камерах для сбора денег кстати говоря о деньгах и о камерах булышев говорил дольше всего он упомянул о том что за 2022 год было составлено 1 миллион 800 протоколов на водителей автотранспортных средств что составило роста 24 процента к тому же периоду 21 года всего у нас на дорогах 1830 камер которые фиксируют на решить нарушение водители вот собирать деньги у них получается здорово что за мусор который они не вывозят они регулярно повышают цену и регулярно взыскивают с нас деньги что за значит нарушение на дорогах а вот то что дороги находятся практически в аварийном состоянии что влечет за собой травматизм и смертность вот за это они не отвечают вот деньги собирать умеют ремонтировать или мусор вывозить не умеет но вернемся к статистике я честно говоря будучи ошарашен вот этим вот перформансом который явил нам господин булышев полез искать настоящие цифры и о чудо оказывается реальная статистика дтп травматизма и смертности на дорогах публикуется на сайте гибдд российской федерации он доступен всем оказывается реальная статистика смертности исчисляется не абсолютными значениями как это делает булышев а соотношением количества погибших на 100 тысяч населения региона что кстати говоря справедливо регионы разные размеры разные абсолютная цифра может абсолютно ни о чем не говорить а вот пропорция на 100 тысяч населения вот этот вот коэффициент он абсолютно точно иллюстрирует смертность на дорогах так вот сайт гибдд российской федерации говорит нам о том что коэффициент смертности на дорогах башкортостана неизменно растет все три года присутствие на должности радио хабирова в 19 году этот коэффициент составлял 10 и 34 сотых в двадцатом году 10 и 36 сотых в двадцать первом он резко выше вырос до показателя 10 и 84 сотых напомню что даже сотые циферки вот в этом коэффициенте это десятки иногда и сотни смертей на дорогах тот же самый сайт гибдд российской федерации дает нам данные о смертности и травматизме за 21 год в абсолютном выражении так за первое полугодие прошлого года дтп случилось 1634 пострадала 2046 человека погибло 184 человек возникает вопрос где же здесь на самом деле правда истина или хоть что нибудь на это похоже с какими из цифр булышева нужно соотносить статистику смертности травматизма которую публикует гибдд российской федерации ответ простой ни с какими булышева вообще нужно по моему на время отлучить от оперативок как минимум а по хорошему конечно надо увольнять это вот мое субъективное мнение но человек однозначно не справляется со своими обязанностями не контролирует ситуацию не в состоянии выдавать правдивую информацию подводит и подставляет руководство республики вот этими заявлениями о стопроцентной готовности ремонта дорог в республике однозначно человек не на своем месте может быть он хороший семьянин отличный товарищ может быть он результативный теннисист или пловец я не знаю какие качества присущи господину булышеву но то что он никакой министр это сто процентов и хабирову пожалуй что надо с этим смириться и начинать искать ему замену